Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Вас привлекают планетные наблюдения? У Вас ограниченная площадка или небольшой балкон? Хотите выезжать с телескопом за город? Нужен малогабаритный, но длиннофокусный объектив для наземных наблюдений? Решить все эти вопросы поможет один и тот же инструмент – зеркально-линзовый телескоп SkyWatcher MaxU-127, установленный на мощной экваториальной монтировке EQ3. Такой телескоп вполне результативно можно использовать как для серьезных визуальных наблюдений, так и для фотографий планет и удаленных земных объектов. Сегодня наша лаборатория отправляется на обзор и тестирование этой популярной модели. Упаковка телескопа не отличается красочностью и оригинальностью, однако все детали очень аккуратно уложены по отдельным коробкам и надежно упакованы в полиэтилен или пенопласт. За сохранность при транспортировке можно не беспокоиться. Телескоп комплектуется достаточно устойчивой алюминиевой треногой с полочкой-распоркой и возможностью регулировки по высоте. На верхней площадке штатива имеется вертикальный упор, под ним шильдик напоминания с буквой «Н», имеется в виду «Норд» – «Север». Для предварительной настройки монтировки ориентируем штатив и направляем упор как можно точнее на север. При установке монтировки этот упор должен попасть между винтами тонкой регулировки полярной оси по азимуту. Рядом в основании монтировки встроен небольшой пузырьковый уровень. С его помощью проверяем горизонтальность штатива. При необходимости регулируем длину ног треноги и зажимаем специальными винтами. Примерный наклон полярной оси регулируем Г-образной ручкой упорно-толкательного механизма согласно встроенной шкале широт. Для визуальных наблюдений такой точности установки вполне достаточно. Для проведения астрофоторабот необходимо выставить полярную ось более точно. Для этого в ней предусмотрена сквозная шахта для наблюдения полярной звезды. А в нижней части полярной оси имеется место для установки искателя полюса. Здесь же расположены координатный круг часовой оси и шкала звездного времени. Монтировку ЕКУ-3 комплектуют парой противовесы с массой 1,8 кг и 5,2 кг, которые помогут уравновесить не только штатную трубу телескопа, но и дополнительное оборудование для фотографии. Монтировка оснащена также универсальным зажимом «ласточкин хвост», что позволяет устанавливать самые разные трубы, оборудованные ответной планкой. Аналогичная планка закреплена на нашей трубе непосредственно на корпусе без применения колец, что снижает общий вес. Планка имеет значительную длину, необходимую для балансировки телескопа по часовой оси даже с громоздкими фотоаксессуарами. Обе оси экваториальной монтировки ЕКУ-3 оснащены механизмами тонких движений на основе червячных пар. Предусмотрена возможность регулировки уровня прижима червячных винтов, а также одновременной установки как гибких ручек тонких движений, так и электродвигателей, необходимых для астрофотографии. Труба телескопа выполнена по зеркально-линзовой схеме Максутова-Кассегрена с применением современных композитных материалов, что обеспечивает небольшой вес и малые габариты при значительном фокусном расстоянии. Оригинальная, хорошо рассчитанная оптическая схема практически свободна от большинства аберраций и обеспечивает очень контрастную и четкую картинку. Этому способствует и качественное многослойное просветление с фиолетовыми и рубиновыми оттенками. Заметим, что такое же просветление наносят и на старшие модели серии МАК-150 ПРО и МАК-180 ПРО. Окулярная часть выполнена по обычной схеме. Небольшой искатель, старт-поинтер, переходник на аксессуары 1,25 дюйма со стандартной Т-рисбой для установки фотопринадлежностей. Фокусировка осуществляется специальной ручкой путем подвижки главного зеркала, механизм работает плавно и точно. В торцевой части установлены юстировочные винты главного зеркала. И хотя телескопы Максутова менее требовательны к настройке, чем те же Ньютоны, производитель предусмотрел их для особо точной юстировки при астрофотографии. Что касается окуляров, то 25-мм окуляр вполне неплохо подходит для обзорных наблюдений, а вот 10-мм окуляр абсолютно не раскрывает возможности телескопа и заметно мылит картинку. Уже в 12-мм некомплектный окуляр телескоп показал завораживающую картинку. Перед нами предстала практически лишенная хроматизма яркая и контрастная со множеством деталей изображения нашего естественного спутника. На Сатурне без особого напряжения зрения удалось рассмотреть несколько поясных зон, тень от диска на кольце, щель Кассини и самый яркий из спутников Титан. На Юпитере деталей значительно больше, прекрасно видны экваториальные пояса и полярные зоны, большое красное пятно и конечно 4 галилеевых спутника. В комплектный 25-мм окуляр довольно просто мы обнаружили и яркие планетарные туманности, гантель в созвездии Лисички и кольцо в созвездии Лиры, конечно, не побаловали нас яркими цветами, но вполне отчетливо выделялись на звездном фоне. Достойно показал телескоп и звездные скопления. Шаровые распадались по краям на звезды и прекрасно смотрелись на темном небе. Двойное рассеянное скопление в Персее также порадовало нас обилием подробностей и огромным количеством звезд. Что касается фотографий, то уже в стандартной комплектации, даже с неподвижным телескопом, присоединив к фокусеру зеркальную фотокамеру и используя моментальные выдержки, вы сможете получить вполне достойные результаты по Луне и удаленным земным объектам. В случае дооснащения монтировки электроприводом часового ведения, используя линзу Барлоу и планетарные астрокамеры типа DBK или NextImage можно получить весьма подробные фотографии лунных ландшафтов, больших планет Юпитера и Сатурна и даже Марса в период противостояния. В общем, телескоп Skywatcher MaxU-127 оставляет впечатление добротно изготовленного, надежного и сбалансированного инструмента. Он обеспечивает высокое качество изображения, устойчивое ведение и общее удобство в эксплуатации. В телескопе заложено достаточно возможностей, чтобы не ограничивать себя лишь визуальными наблюдениями небесных объектов, а попробовать свои силы в астрофотографии. К отрицательным моментам можно отнести не совсем подходящую комплектацию. На наш взгляд телескоп следует докомплектовать 6-7-мм окуляром для подробных наблюдений планет и 40-50-мм окуляром для наблюдений Deep Sky объектов. Недостатком это считать нельзя, так как такие окуляры всегда можно приобрести дополнительно. Итак, наш сегодняшний вывод. Skywatcher MaxU-127 это качественный, мощный и достаточно универсальный телескоп для людей, серьезно и основательно посвящающих себя наблюдениям неба. Благодаря компактному размеру и сравнительно небольшому весу его можно рекомендовать для любителей астрономии не обладающих большой и наблюдательной площадкой и уделяющих внимание наблюдениям Луны и планет, а также компактным, но ярким объектам дальнего космоса. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!